Дорогие друзья, всем здорово! Вы смотрите передача по кашеварям и сегодня я вам покажу очень интересный рецепт. Все знают, что такое унылое Г. Сегодня будет рецепт про то, как унылое Г сделать не унылым Г. А под унылым Г я подразумеваю всего лишь куриную грудку. Ну согласитесь со мной, что куриная грудка это скучный продукт, из которого получается зачастую скучная еда. Я сегодня покажу тебе, как сделать куриные тевтельки. Но мои тевтельки не будут унылыми, они будут офигительными. Ну давайте расскажу, что для них потребуется. Как вы поняли, нужна куриная грудка, вот я возьму целых две. Одна достаточно большая луковица, это как раз один из секретов сочности. Морковка для вкуса и красоты. Друзья, а теперь ингредиент, ради которого затеялась съемка, казалось бы, этого простого рецепта. Обычный копченый колбасный сыр придает пикантную офигительность этим котлеткам, я вас уверяю. Еще мы возьмем по целой чайной ложке укропа сушеного и орегано. В принципе, укроп можно вполне взять свежий. Еще нам нужны соль и перец и масло растительное. Давайте расскажу, как сделать эти тевтельки. Друзья, все предельно просто. В общем-то, все как всегда у Витальки. Грудку куриную надо обмыть, обсушить и с помощью мясорубки или блендера превратить в фарш. Морковку надо очистить, нарезать на небольшие кусочки и тоже превратить в кашу с помощью блендера или мясорубки. А с лучком мы немножко поморочимся, его нарежем на маленькие кубики и обжарим до золотистого цвета на растительном масле. Когда лук закарамелизовался, его тоже пробиваем в блендере или мясорубке и добавляем к фаршу. Теперь фишка рецепта это колбасный сыр. Его надо натереть на терке или с помощью опять-таки мясорубки или блендера перемолоть и добавить к фаршу. Теперь в фарш добавляем специи, это у нас укроп, орегано, соль и перец. Укроп и орегано по чайной ложке, перца четвертиночку чайной ложки, а соли практически целую чайную ложку. Фарш, естественно, надо перемешать и тогда он у нас готов. В общем-то все, теперь финишная прямая, нам надо сделать тефтельки и обжарить их. Тефтельки лепим влажными ручками, друзья, чтобы было удобно. Диаметр тефтелек сантиметра полтора-два. Теперь обжариваем на хорошо разогретом растительном масле сначала на максимальном огне, чтобы запечатались все соки внутри. Потом убавляем огонь до среднего и доготавливаем тефтели. На первый этап у нас уйдет примерно одна минута, а потом доготовим на среднем огне, ну, минуты за три-четыре. Все зависит от диаметра ваших тефтелек. У меня он небольшой, где-то полтора-два сантиметра. Мои тефтельки обжарятся максимум за пять минут. Вот и все, друзья. Попробуйте, приготовьте тефтельки или котлеты с моей фишечкой, с добавлением копченого сыра. Вас это порадует, я точно говорю. С вами была передача по кашеварям. Всем пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!